Йоу-йоу-йоу, никому не нужный блог. Сегодня мы будем сравнивать широкоугольные объективы. И это будет Элька 24 мм и 15 мм ИРИКС. Вот такие шикарные стёкла. Сделаем видео, фото, тесты. Так вот, это ИРИКС. Похоже на кино. Вообще, это швейцарская компания, конкретно этот объектив сделан в Корее. И единственное, что я нашёл про него на Ютубе, это то, что некоторые люди, которые занимаются астрофотографией, его очень сильно хвалили. Очень качественно сделан. Мне прям вот нравится. Вот это Кэноновская Элька 24 мм. В итоге она у меня получается так, 24,48 на 0,71. Ну, короче, где-то 35 а-ля, 35. Диафрагма 1. Мне даже приходится её подзакрыть до 1,6. Резчая только по носу. Супер резкий. Но не такой широкий. Посмотрите, кажется, этот человек абсолютно доволен резкостью данного объектива. Это чисто объектив для фотографии с естественным светом. Астрофотографии и всей вот этой вот штуки. Он просто, мне кажется, незаменимый. Так, а вот это ИРИКС, АЙРИКС, САЙРИКС. Бритва. Экшал дюд. Я вобрился. Фото дюд. Этой фоткой. А ещё. А ещё. Да куда ещё? Вот можно вот так. Это то, на что снимается никому не нужный блок. И вообще все мои видосы снимались до последнего. Мой любимый, low 8,5 мм. Самый широкий угол на GH5. Он классный. Он резкий. Но сейчас вы поймёте, в чём разница. Резкость есть на Серёге, но она и есть и на гитаре, которая висит на стене. То есть он абсолютно, ну вообще вот такой дверный глазок может сделать. Блин, на самом деле два объектива друг друга стоят. Потому что, ну этот просто пошире, этот поуже. Но, как я понял, он выигрывает по резкости. По цветам ещё посмотрим, как и что. Но они оба нравятся мне прям вот всем. У каждого свои плюсы. Короче, Серёга закотировал свой туалет. Сказал, надо зачекать. Ну-ка.